Медицинский центр «Призма» И вообще, я так понимаю, остается главой информационного агентства «Остров». Сергей, здравствуйте. Вы как-то так посмотрели на меня немножко? Я насторожился просто насчет второй темы. Нет, на самом деле вторая тема – это про Семенченко. Что там происходит, расскажите. Я что-то какой-то странный такой конфликт, не знаю. Ну вот две темы у меня сегодня к вам есть. Это, конечно, вот эти вот интересные информации по кластерам, которые предложили вначале Германия и Франции, нам и России, потом Украина отвечала, Россия реагировала. То есть, оказывается, шел какой-то процесс, к которому мы, честно говоря, не были дотычны, такое хорошее украинское слово. И поэтому у меня первая тема – это, конечно, по кластерам, а вторая – по Семенченко. С чего хотите начать? Потому что вот это этап просто для меня. Ну давайте с кластера, наверное. Ну давайте. Я сразу хочу сказать, что нормандский формат и минский формат – это как бы разные все-таки форматы. То есть, нормандский формат является главным надминским, но он, скажем, по форме рекомендательный, по сути, скажем, принимающий реальные решения. Давайте это честно признаем. Поэтому мы не видели этих кластеров в нашей делегации. Впервые мы узнали о них, когда вот господин Казак ворвался, скажем, в работу ТКГ. И как раз специально для того, чтобы отреагировать на реплику Леонида Макарыча Кравчука, когда тот сказал, что мы же там работаем уже над планами в ТКГ. Ну, план Кравчука, это все знают. В ноябре было оглашено эти пять пунктов, пять шагов, вернее. Вот Леонид Макарыч сказал, что давайте, может, приостановим, сделаем паузу, дождемся дорожной карты, которая нарабатывается в нормандском формате, а затем уже возьмем ее за основу и будем, скажем, делать какой-то компромиссный общий документ. И тогда вот господин Казак ворвался в студию, скажем так, отодвинул Грызлова и сказал, что никакой дорожной карты в нормандском формате не будет, потому что нормандская четверка не имеет права вмешиваться в внутренние дела Украины. Мне, конечно, это жутко понравилось. Интересно, какая пауза? Свежая? Да, я теперь буду часто ее, скажем, использовать, я думаю, потому что мы понимаем, что такое Минские соглашения, где диктуется, что Украина должна принимать какие-то законы, а Украина должна менять Конституцию, ну, как бы, с точки зрения, совершенно справедливой, кстати, с точки зрения господина Казака, это все является незаконным, потому что нормандская четверка не имеет права вмешиваться в внутренние дела Украины. Так же, как и Россия. Ну, тройка, может быть, четверка, это все-таки, четвертая, это Украина. Ну, неважно, все равно, как бы, формат сам, да, то есть решения, какие принимать законы и как менять Конституцию, могут приниматься только Верховной Радой Украины, и все. Украинское государство есть суверен. Вот, тогда мы впервые услышали об этих кластерных предложениях. Мы их не видели, и хотя постоянно та сторона нам о них говорила, требовала, чтобы мы их комментировали, но поскольку это не наш формат, мы говорили, что давайте, вот будет документ спущен официально, тогда мы будем комментировать. Зачем нам комментировать то, чего нет? Ну, то есть комментировать слухи. То, что идет процесс, мы знали, действительно. Ну, и потом уже наш глава Офиса Президента Ермак сам об этом, скажем, заявил. Он, правда, назвал это планом, и все начали вот кричать, что план, хотя это предложение по кластерам, и это не какая-то альтернатива Минску, а по сути это, ну, расшифровка, скажем так, вот конкретных шагов по выполнению Минского комплекса мер. То есть там нет ничего такого, чтобы, скажем, ну, вносило какую-то новизну в процессу регулирования. Вот. То есть изначально уже вот по вот этой реплике господина Казака мы поняли, ну, я, по крайней мере, перепонял, что Россия будет торпедировать этот документ, потому что он ей не выгоден. Не выгоден уже просто потому, что он подготовлен нормандской четверкой, а не трехсторонней контактной группой. Потому что вся тактика, скажем, вот последних полутора лет, или когда Ермак, вернее, Казак вообще вошел в процесс, она была направлена на снижение уровня нормандской четверки, где нет Ордло, но есть Россия, и Россия рассматривается как сторона конфликта. А в трехсторонней контактной группе нет Германии и Франции, но есть Ордло, Россия изображает из себя посредника, а Ордло пытается изобразить из себя сторону конфликта. Поэтому, как бы, вполне была понятна реакция России на этот документ. Ну, а потом все, что мы видели, это фактически игры дипломатические, опять же. То есть сначала в Москве, вы помните, заявили, что они не видели никакого плана, да? Да, конечно. Да, потом тот же Казак заявил о том, что Украина не дала, вернее, Россия подготовила свои предложения к этому плану, а вот Украина не дает своих предложений, ну, то есть уже не стыкуются. И потом, собственно, это было ожидаемо, я, честно говоря, ждал этого. Это было естественно, что российская сторона сольет просто украинский план, ну, для того, чтобы, ну, в первую очередь, я считаю, дестабилизировать ситуацию в Украине самой, для того, чтобы наши уропатриоты увидели там какой-то слив, там, зраду, и начали раскачивать ситуацию. То есть вот эту публикацию вы ожидали, иными словами? Сто процентов, я был уверен, что она будет. Я, правда, думал, что это будет какая-нибудь страна УА, там, или что-нибудь из наших, но сделал Коммерсант, солидное издание. Это только повышает, скажем, степень доверия к этому документу, потому что, ну, у меня бы, если бы страна УА, то я бы все-таки сомневался, насколько аутентичен, да, этот документ. Когда я прочел этот документ, я вам честно скажу, я был приятно удивлен. Да, потому что, ну, я вижу, действительно, в нем признаки изменения позиции Украины. Я вижу то, о чем я постоянно говорю в делегации, и сейчас уже не один я говорю, то, что Украина начинает использовать все-таки Минск не как дорожную карту, которой он не может быть просто к миру, да, а как инструмент влияния на противника, ну, дипломатический инструмент. Ну, о чем я говорю, вот просто... Давайте, да, это интересно. Да, я возьму текст, потому что действительно интересно. Ну, вот, первая, первая, первая страничка, да, здесь идет звездочка внизу. Вы сейчас будете какой вариант давать? Украинские изменения какие? Украинские, а я... То, что Украина подала, да? Да, ну, естественно. Что Украина? Значит, все законодательные акты будут приняты после консультации и согласия представителя Орло, здесь, конечно, не согласие, словом, мне не нравится, согласование, как написано в минских документах, так я бы и написал, в рамках трехсторонней контактной группы, есть ли это предусмотрено в минском комплексе мер. Тонкость. На сегодняшний день в ТКГ мы ведем консультации с представителями России и Орло, которых Россия не признает своими представителями, а тогда непонятный статус, но это другой развод. Фактически по всем аспектам конфликта. То есть они принимают участие в работе группы по безопасности, они принимают участие в работе гуманитарной подгруппы, где решается вопрос обмена, кстати. Ну и экономика, само собой. Хотя, если мы открываем комплекс мер, пункт 11 и 9 четко дают перечень тем, которые мы должны согласовывать с Орло. Это только две темы. Это местные выборы и особенности отдельных районов, то есть особенности самоуправления. Вот здесь я уже, я постоянно об этом, кстати, говорю, и уже мы, не только я уже начал об этом говорить, и мне приятно, что этот момент дипломатично указывается здесь, да, если это предусмотрено в минском комплексе мер. Ну еще, я не буду все комментировать, поскольку это все-таки дипломатические документы, какие-то, скажем, уловки мне не нужно раскрывать, наверное, я считаю. Ну ничего, что весь мир уже их прочитал, так что... Нет, ну весь мир прочитал, но не все понимают вот таких тонкостей, понимаете. Ну, например, да, вот чувствительная тема, наши уропатриоты будут раскручивать, насчет народной милиции. Действительно есть, скажем, в законе об особом статусе, ну условно, да, он называется об особенностях местного самоуправления, предусмотрено создание народной милиции, и это же предусмотрено в комплексе мер по выполнению минских соглашений. Как здесь это трактуется? Понятно, что мы не согласимся никогда на, скажем, существование народной милиции в той форме, в которой она существует там, то есть незаконных вооруженных формирований, по сути. Этого не будет, этого не может быть просто, потому что они незаконные вооруженные формирования. И сделать их законной может только Верховная Рада Украины. Верховная Рада Украины, вы сами понимаете, этого никогда не сделать. Какой выход? Очень четко здесь написано, общественный порядок и безопасность в Ордлоу поддерживаются совместными патрулями в составе сотрудников правоохранительных органов Украины и граждан Украины из Ордлоу, в скобках, народной милиции. То есть, это граждане Украины из Ордлоу. Во-первых, Украины, то есть здесь российские паспорта уже, скажем, фактор существенно влияющий. Во-вторых, они не могут быть членами незаконных вооруженных формирований, потому что это незаконные вооруженные формирования. То есть, здесь мы можем вставить условия. Да, это граждане Украины из Ордлоу. Назовите их народной милицией, как угодно. Но это не могут быть преступники. Это не могут быть члены незаконного вооруженного формирования, которое на сегодняшний день является народной милицией. А можно я прочитаю вариант франко-германский? Да, вот интересно, да? По этому же пункту. Да. Начало звучит следующим образом. Нет, не откладывайте, это буквально две секунды. Начало вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из Ордло, это пункт первый, пункт второй. Начало разоружения всех незаконных группировок в Ордло за исключением народной милиции. Вот это интересно. Просто на всякий случай для поревняния, да? Да, да. Этого хотят, скажем, наши западные партнеры, они это так понимают. Мне важно то, что хотим мы. Ну, то есть вот дьявол в деталях, это вот интересно. Да, мне важно то, что хотим мы, потому что действительно я очень много слышу о копавшихся в офисе президента агентах, и в нашей делегации сплошные агенты, и когда все это слушаешь, действительно, начинаешь анализировать. Вот по документам, скажем, я не вижу агентов, но не вижу по ходу переговоров, хотя, ну, я не знаю, может, они очень хитрые, там, уже консервированные, как бы, все может быть, но я исхожу из фактов. Дальше вот здесь создание отрядов народной милиции предусматривается в соответствии с законодательством Украины, да? То есть наш парламент будет создавать законодательство, которое будет регулировать, что такое народная милиция, и понятно, что наш парламент, наверное, позаботится о том, чтобы это не было то, что есть сейчас, то, чего хочет, возможно, Германия и Франция. Опять же, по решению вновь избранных местных советов с целью поддержания общественного порядка в Орло, решение местных, то есть должно быть уже, то есть, я еще раз прочую, по решению местных советов, то есть, народная милиция эта будет создана после проведения там выборов, когда будут избраны легитимные местные советы. Это то, что вот Украина предлагает, я подчеркиваю, это очень важный момент. Да. Поэтому я не нашел здесь зрады, у меня есть некоторые вопросы, действительно, вопросы, но как бы зрады я не нашел, и для меня это большой, скажем, плюс, показатель того, что все-таки мы идем в правильном направлении, чтобы действительно начинаем рассматривать Минск таким, какой он должен быть. Да, вот если Россия рассматривает только его как орудие ослабления Украины, то мы тоже должны его так рассматривать, иначе, ну извините, нас этим орудием будут бить по голове, а мы будем его как Библию читать, да. То есть у нас в обществе, к сожалению, есть такой стереотип на сегодняшний день. Я вчера буквально общался с маститыми украинскими дипломатами, и знаете, меня удивило такое, одни воспринимают Минск как дорожную карту, говорят, что он не работает, потому что нет мира, хотя он не может привести к миру, потому что он не для того создавался, не в тех условиях, да. Ну мы помним, военное поражение Минск-1, военное поражение Минск-2, ну что ж Россия будет нам создавать мир, если она с нами воюет, оказывает нам, скажем, военное поражение, мы от нее терпим. То есть тогда это были совершенно разные для всех инструменты. Для России это был инструмент навязать нам как раз ордло, ввести их в наше политическое тело, то есть законсервировать, по сути, этот конфликт, чтобы он не стрелял, но тем не менее через ордло они бы все время управляли Украиной, скажем так, влияли на Украину. Для Запада это был инструмент остановки российского наступления, которое тогда имело место быть, и инструмент предохранить себя от толп беженцев с Украины, а мы помним, это был 15-й год, когда Париж и Берлин утопали в беженцах с Ближнего Востока, Сирии, это было, сейчас мы об этом забыли, но тогда-то это было очень важно для Европы, а для Украины тоже был инструмент, во-первых, остановить наступление, во-вторых, сохранить поддержку западных партнеров, для которых это было важно, которые боятся у нас войны больше, чем мы, по-моему. И в-третьих, ну тогда все действовали по принципу стулья сейчас, деньгами потом разберемся, главное вот, ну а Россия не рассчитала просто, что из этого получится, она думала, что уже все, додавила хохлов, значит, все будет в порядке, вот получилось, что не додавила. Сергей, можно я вернусь еще немножко кластерам, потому что эта тема интересная, вот я не буду тут зачитывать, у меня тут Талмудик и у вас Талмудик, у меня там еще распечатано, да, но вот что я для себя коротко выписала, что предлагают наши, вот во франко-немецком варианте. Ну, во-первых, формула Штенмайера вводится в украинское законодательство. Это тут есть. Я не против, у нас тоже это есть. Есть, да? И пусть вводится. Значит, это что предполагает? Это что, в день выборов? В день выборов. В день выборов, к вечеру, вводится особый статус. Вводится закон на временной основе об особенностях местного самоуправления. Но здесь же не написано, когда и при каких условиях эти выборы должны пройти. То есть, в любом случае, выборы пройдут, когда будет контролироваться граница Украиной. Там так тоже, кстати, не написано? Ну, там не написано. Но я же говорю, что это норма ОБСЕ обычная. Просто почему? И мы на этой позиции жестко стоим. И здесь, в этих наших кластерах, как бы это обозначено. Почему я считаю важным еще тоже обратить внимание на франко-немецкий проект? Потому что же это интересно, как наши партнеры видят то, что происходит через 7 лет войны. Ну, для меня, честно говоря, не интересно, потому что я знаю. Я это знаю. Я не жду чего-то прорыва. То есть, мы соглашаемся? Это позиция. Мы не соглашаемся, слава Богу. Не-не-не. Формулу Штанмайера вводим? Да. Я считаю, что в ней ничего страшного нет. Она, скажем, вводит в действие закон, который у нас уже принят 6 лет назад, в 2014 году еще, скажем так, и не работает, потому что невозможно провести выборы на оккупированной территории. В формуле Штанмайера не говорится о том, когда передается граница или когда проводятся выборы. Он просто говорит, что в день выборов вводится на временной основе. Через какое-то время после отчета ОБСЕ о том, что выборы в целом соответствовали стандартам, закон вводится на постоянной основе. Закон уже введен у нас, мы его видим, да? Но он проголосован, но он не активирован. Ну он не активирован, да, но он проголосован. Я не вижу в нем особо ничего страшного на сегодняшний день. В 2014 году он выглядел дико. Сегодня после децентрализации, проведенной в Украине вообще, я не вижу там чего-то такого страшного, скажем. Еще несколько пунктов. Это конституционная реформа, которая предполагает, как мы уже с вами обсудили, закон об особом статусе, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Вот это должно быть внесено в конституцию, согласно позиции наших западных партнеров. Не знаю, что мы говорим по этому поводу. Ну то есть мы в принципе, я так понимаю, с этим... Ну смотрите, у нас здесь тоже есть закон об амнистии, хотя мы здесь не написано, что и в комплексе мер не написано, что мы его должны согласовывать с представителями ОРДЛО. Поэтому закон об амнистии, я думаю, нам в любом случае придется принимать. Так или иначе, нет, это понятно. Тут очевидная вещь. Здесь вопрос, какой это будет закон. Но это опять же будет решать парламент Украины, а не западные партнеры, тем более Россия и не ОРДЛО. Поэтому, во-первых, давайте говорить честно, это дипломатический документ. Мы должны понимать, что часто дипломатические документы пишутся для поддержания дипломатического процесса, который может иметь разные цели. Россия пишет, вот зачем она слила эти документы? Чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы украинское общество увидело зраду и начало реагировать. Ну тут особенно не, а что тут можно назвать зрадой, я пока не понимаю. Ну это мы с вами, так понимаю, люди читают про народную милицию, да, и совместные патрулисты народной милиции, и у них начинается, скажем, шок. Поэтому это все вопрос трактовки. Тем более, вы же понимаете, что наши политики используют любой повод для того, чтобы продвинуть себя, если это оппозиция, да, и, соответственно, принадлежит власть. Все-таки цель любого политика – это приход к власти, ну так или иначе, это природа политической деятельности. Поэтому будет борьба всегда оппозиции с властью, и, ну а наша оппозиция всегда, скажем, в условиях нашего, ну, недоразвитого демократического точки зрения государства, будет использовать, скажем, не всегда, ну, конструктивные методы критики власти. Сергей, теперь я хочу задать ему вопрос как к журналисту. Я намеренно сегодня это говорю, чтобы сразу вот даже тем, кто бы услышал Сергея, что я не задаю сейчас ему вопрос как там представитель Донбасса, трехсторонней контактной группе, вот вообще не как к официальному лицу, как к журналисту. Сергей, скажите мне, пожалуйста, ваш долгий, ну, вы же по-настоящему работали над этой темой, может быть, больше, чем кто бы то ни было, да, вы знаете очень много нюансов. Скажите, пожалуйста, вот то, что существует такой документ, вот, это вот, ну, с одной стороны, это какой-то повод для какой-то дискуссии и что-то вместить хоть в какие-то временные рамки и заговорить о чем-то очень конкретно. Это очень правильно, потому что иначе либо конкретно и что-то делать, либо вот просто отказываться. Ну, какой вариант, другого же нет, да. Это какие-то конкретные шаги. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что эти конкретные шаги, если их более-менее вот как-то так подогнать, принять, что все-таки на уступки Украина должна будет пойти, без этого невозможно, нравится это, не нравится кому-то, вот, по-разному можно это называть, зрадой, не зрадой, это все очень сложные моменты, да, но тем не менее, если вот принять вот то, что есть, согласиться с некоторыми пунктами, считаете ли вы, что это способ достичь мира на Донбассе, ну, хотя бы в ближайшие пару лет? Я на днях прочитал мемуары господина Оланда, французского президента, где он написывает как раз процедуру заключения Минского комплекса мира, Минска-2, да, и он, вот я бы хотел, чтобы это прошли наши французские коллеги, те, кто пишут эти планы, потому что их президент то время написал, что цель Путина не урегулировать конфликт, цель Путина создавать в переграничных с Россией государствах, он создает себе зону безопасности. Он создает в переграничных государствах конфликты его сторонников с его противниками, а затем консервирует их. И это очень правильно, и я рад, что тогда, по крайней мере, французский президент понимал цель Минска-2 для России. Нет в Минске-2, и, соответственно, в этих документах, которые развивают, скажем, Минск-2 или уточняют его, цели достичь мира. Ну, нет, хотя бы потому, что там нет Крыма, а война началась, извините, с Крыма. Война гибридная. Война не на Донбассе, война везде, на Донбассе просто военное проявление. То есть, может быть, вариант выгодный России, кстати, как Абхазия. Он не стреляет постоянно, но тем не менее он не дает Грузии развиваться, не дает территориальной ценности, и в любой момент может выстрелить. И Россия к этому стремится. Поэтому говорить о том, что мы выполним какой-то Минск или какой-то документ, и будет мир, это блеф. Это неправда, которую нам навязывала еще прежняя власть, почему-то, все время, постоянно мы об этом слышали. Нет просто там такого механизма. Нужно честно говорить, еще раз повторяю, Минск-2, вот расшифровкой которой являются эти документы, он был навязан Украине после военного поражения. О каком мире мы можем говорить? Там нет ни одного, там все обязательства лежат только на Украине, там нет ни одного обязательства России, как второй стороны. Правильно, абсолютно. Это не мир, это капитуляция может быть. То есть, да, можно не стрелять, если капитулировать. Поэтому, если мы говорим о мире, то здесь только речь о ослабить противника, единственный путь к миру, ослабить противника и заставить его, принудить его к миру, заставить его уйти из этого конфликта. Ну, тут вот, Сергей... И вот это все, это я считаю, это должно быть инструментом ослабления противника. То есть, Минск, это не просто, это военная дипломатия. Вот нужно так, нужно смотреть на эти вещи очень трезво. Потому что я вчера разговаривался, говорю, с одним бывшим министром иностранных дел Украины. Ну, который не мог представить вообще, что такое может быть. А для меня удивительно, как ты не можешь представить, что такое может быть, да, вот как проходит Минск в реальности. Если, ну, такая дипломатия, такой мир, он меняется, да. Еще в 2010 году не мог представить, что Путин нарушит все международные правовые нормы, да, изменит мировой порядок и захватит территорию соседнего государства. Сергей, тут есть один очень важный нюанс. Вот смотрите, вы справедливо замечаете, что, ну, по большому счету, вряд ли это приведет к миру, да. Но с другой стороны, саммит Европейского Союза, который должен был там обсуждать Россию, кстати, там Байден должен был участвовать, да. И, как бы, отлично все. Они должны были говорить о России, но они перенесли на самом деле обсуждение России, глубокое обсуждение России и отношение Европейского Союза с Россией на очный, следующий очный саммит Европейского Союза. Но что меня удивило, что первым пунктом они говорят, что мы готовы, вот пусть Россия подумает, мы пока готовы обдумать наши с ней отношения. Есть несколько важных пунктов, которые будут для нас важны, повторюсь, в отношениях Европейского Союза и России. И пункт первый – это выполнение Минских соглашений. То есть у меня складывается такое впечатление, что и Европейский Союз, и Штаты привязывают Минские соглашения к нам вот такой надежным таким канатом и обматывают нас просто. Потому что потом, но ведь если это не работает, рано или поздно кто-то должен сказать, что король голый. Кто-то должен это сказать. Мы, конечно, боимся это сказать, но вполне возможно, что мы могли бы сказать… Люда, еще раз, это работает, но это не работает как карта достижения. А как что это работает? Это работает как инструмент ослабления противника. Периодически противник, нас ослабляет этим инструментом, периодически мы его. Ну как мы его? К этому привязаны санкции, Люда. Вот, это общеизвестный факт. Так пусть они снимут санкции. Так это самый важный факт. Но они же не снимут санкции. Вы думаете, что если мы откажемся от Минска, они снимут санкции с Россией? Пусть делают это. Вполне возможно. Так пусть делают это. Так мы же не отказываемся от Минска. Если бы у нас была гарантия, что мы откажемся от Минска, а они оставят санкции или усилят их, я думаю, мы бы отказались. Сергей, вот скажите, весь Запад с рассказом о том, что они борются с авторитаризмом, что они против отравления в Солсбуре, что они против отравления Навального, что они против вмешательства в американские выборы и так далее, и так далее. И они все это увязали к этим Минским соглашениям. Не надо, давайте... Люда, они рассказывают, извините, в Берлине убили этого чеченца российские спецслужбы, но тем не менее Берлин строит газопроводство России. Причем вы не мешаете одно с другим. Нет, я как раз и хочу. У Запада есть свои интересы. Я еще раз говорю, даже когда заключался Минск, французский президент, который, скажем, участвовал в его разработке, прекрасно понимал цели России, записал их в своих мемуарах. Но у Запада был тогда интерес конкретный, остановить наступление, остановить потоки беженцев, скажем так, сохранить, законсервировать, скажем, вот этот конфликт, потому что они прекрасно понимали, что Россия этого и хочет. И Запад пошел на это. Поэтому интересы Запада, интересы Украины, они не всегда совпадают. Но те точки, где совпадают, мы должны для, скажем, взаимного удовольствия или взаимной выгоды использовать. И это нужно делать. Если мы сейчас откажемся от Минска, а что будет дальше? Ну что? А в чем наши выгоды Минских соглашений? Ну кроме санкций. Давайте в санкции вынесем за скоп. Нет, извините. Санкции это очень важно, потому что это единственный инструмент ослабления России на сегодняшний день, как нашего военного противника. Мы же не воюем, мы не отвоевываем территорию. Все, чем мы можем влиять на Россию, это экономические санкции. Но ведь на самом деле количество санкций, которые привязаны к Минску, и количество санкций, которые введены за вмешательство выбора и дальше по списку, это же несопоставимо. Это сколько там? 4% составляет наш Минск? Я не знаю, сколько процентов, но это работает, потому что Россия хочет от этого избавиться. Поэтому это работает. Хочет избавиться от санкций? Да, это видно по реакции России. И каждые, скажем, полгода, по-моему, Европейский Союз продлевает санкции именно за невыполнение Минских соглашений России. Учтите, Россия не признает себя членом, стороной конфликта, да, а Российский, вернее, Европейский Союз, накладывая санкции за невыполнение Минских соглашений, фактически ей говорит каждый раз, что ты сторона конфликта. Для нас это важно тоже. Поэтому Минск, это инструмент, первое, его нужно правильно использовать, он работает, если мы будем его правильно использовать, он будет правильно работать, это первое. Второе, он так написан, что все зависит от трактовки. И главное, правильного прочтения. На сегодняшний день Минский процесс абсолютно противоречит Минским документам. Просто вот небо и земля, да, в первую очередь, о чем я говорю, о том, что все-таки в протоколе, первом вообще Минском документе, в протоколе от сентября 2014 года, обозначено, что стороной конфликта является все-таки Россия и Украина. Потому что там нет еще Орло, просто нет, они не фигурируют, да. Но есть пункт первый о двухстороннем прекращении огня и пункт четвертый о создании зоны безопасности в приграничных районах Украины и России на территории двух государств. После этого говорить о том, что у нас внутренний конфликт, внутренняя гражданская война, говорить нельзя. Потому что зачем тогда на территории двух государств оставать зону безопасности? Это первое. Второе. Минск может стать площадкой, не дорожной картой, а площадкой для выработки реальных, скажем, инструментов прекращения конфликта, если Россия захочет этого. Потому что она на сегодняшний день не хочет. Но опять же Минск, как инструмент, может заставить ее захотеть, да. Почему в семь лет не заставила, а сейчас заставит? Потому что это инструмент, им нужно правильно пользоваться. Люда, молотком можно дом построить, а можно просто там ходить, заборы ломать, да, можно человека убить по голове, стукнув. Это инструмент. Его нужно правильно использовать. Если мы будем правильно использовать, а я вижу тенденции к этому сегодня, к счастью, то я думаю, он может быть, скажем так, успешным. В любом случае, эта площадка нужна, потому что там уже есть Россия. Она уже нашими партнерами признана там стороной конфликта. Другой площадке, вот если другая площадка будет нам гарантировать сохранение санкций против России, желательно их усиление за невыполнение, участие России, во-первых, в этом формате, определение России как стороны конфликта, тогда я буду двумя руками за этот новый формат. Но его нет. Пока нет нового, давайте пользоваться тем, что есть. Пользоваться эффективно. Ну, я намеренно, если хотите, подняла этот градус немножко в отношении Минских соглашений. Только по одной простой причине, что у меня возникает такое чувство, что мы теряем Донбасс. Что я имею в виду? Что годы идут, мы бесконечно говорим, этот Минск не работает, мы будем играть в эту игру, годы проходят, там живут люди, которые привыкают жить без Украины. Вот когда-то очень хороший у нас был дипломат из Молдовы, который сказал, что да, мы, говорит, даже можем в футбольные команды играть, играют в Молдову, например, в Приднестровье, уже даже это не проблема, мы ездим с номерами, но уже никто не мыслит себя одной страной. И вот с каждым годом, и мы, мы этого еще до конца не оцениваем, и люди, которые живут на оккупированной перестанут мыслить себя одной страной. Это меня беспокоит, очень искренне. И поэтому вот эти Минские соглашения мне немножко кажутся лицемерными, и это и вам кажутся, и всем, это понятно. Но о чем я, и что еще вызывает волнение? Приближаются выборы в Государственную Думу. И сейчас очень активно заговорили в России о том, что там же есть на оккупированных территориях люди, которые имеют российские паспорта. Прекрасно, они должны проголосовать за депутатов в Государственную Думу. Конечно, можно тысячу раз заявлять о том, что это не соответствует, что это нарушает Минские соглашения. Да, конечно. А что, Россия первый раз нарушает, что ли, Минские соглашения? Не первый. Они что, отвели войска? Нет. Они нарушили? Нарушили. Это что-то поменяло? Да ничего это не поменяло. И в этом смысле, вот мне кажется ли вам, что мы теряем время, что Россия делает то, что она делает? Вот, пожалуйста, пусть голосуют. Это же вообще уже политическое вовлечение. Там уже активно работают рубль, там вообще уже российские товары. Ну, если вот так де-факт посмотреть... Хорошо, какая альтернатива? Что? Я вот вас хочу спросить, это проблема то, что они будут голосовать на выборах? Ну, я не вижу в этом большой проблемы, потому что вы правильно сказали, они делают это постоянно. Поэтому вот, если бы они сделали что-то, если бы они не сделали этого, я бы удивился. Поскольку это их целенаправленная политика, то это вполне логично укладывается. Я, кстати, в аналитические документы, которые я пишу, писал об этом еще там три месяца назад, по-моему, что это будет. То есть вы предполагали, что будет это? Это логично, да. Да, это логично. Для чего они выдают, опять же, паспорта российские? Причем мы же не знаем даже, какое реальное количество. Ну, может, СНБО знает, там говорят в СНБО, что они знают все. На самом деле, если брать публично озвученные цифры, да, вот когда там в январе, по-моему, прошел этот форум «Русский Донбасс», и там депутат Госдумы озвучил цифру 400 тысяч паспортов уже выдана российских жителям. На оккупированной территории, да? А буквально через три недели выдает интервью начальник ГУВД области Ростовской и называет цифру 700 тысяч. Так что они за три недели выдали в два раза больше, по сути, чем выдали за год до этого? Такого же не может быть. То есть цифры фальсифицируются, опять же. Для чего? Для того, чтобы использовать, скажем, этот электоральный ресурс фальсификации российских выборов в Госдуму. Это одно. Второе. Действительно, они же ставят своей целью, я тоже об этом постоянно говорю, изоляцию оккупированной части от Украины и, по сути, интеграцию в политическое, экономическое, военное. Ну, это уже произошло военное, уже АК-2, АК-1 корпуса армейские, это подразделение российской армии, интеграцию в Россию. Это все происходит, это целенаправленная политика. Что мы можем здесь в данном случае сделать? Ну, у нас только, скажем, один инструмент действенный, да, это военный. Но где гарантии, что он будет удачно сейчас применен в данной обстановке? Я думаю, что нам нужно готовить свой военный аппарат и ждать удачного момента. И сколько лет пройдет? Может, как Азербайджан ждал 30 лет? Кто его знает? Ну, насчет того, что люди там все меньше живут об Украине, я не знаю, я общаюсь с этими людьми, я не вижу, что... В бытовом плане, да, конечно. А в ментальном, они же живут, извините, в бардаке, в жопе. Я не знаю, это слово уместно в эфире или нет. Ну, вы же не сказали его в прямом эфире, поэтому что... Да, поэтому... Естественно, они скучают за нормальной жизнью, которая была. Все скучают. Они хотят нормальной жизни, которая была до 2014 года. И я думаю, что, ну, они ее не забудут никогда, потому что тогда они могли планировать свою жизнь, они могли передвигаться свободно по стране, они могли ездить за границу, они могли нормально жить. Сегодня у них этого нет. Поэтому... Ну, я не думаю, что мы будем ждать, как 30 лет, скажем, как Азербайджан. Я думаю, что все гораздо раньше решится. Но, тем не менее, я не вижу большой проблемы. Люди живут так, как им заставляет жить окружающая жизнь. Изменится окружающая жизнь, они будут жить, скажем, быстро вернуться ментально в Украину, потому что ментальность ее же не переделаешь за два года, скажем так. Может, пропаганда... Не за два? Ну, за семь. Ну, пропаганда может воздействовать на мозг человека. Но, опять же, пропаганда – это инструмент недлительный, скажем, недлительного влияния. Поэтому мы знаем пример Германии, когда 40 лет, да, или сколько, 40 лет, да, была разделена страна. И, тем не менее, нормально сегодня Германия. Да, есть разница определенная. У нас, например, всегда была, мне кажется, разница между Западом и Востоком. Здесь ничего не сделаешь. Это разные культуры просто в какой-то степени, разные религии. Ну, ведь страдают уже и переселенцы. Вот мне для кого же не секрет, что сейчас... Ну, вот этот закон о том, что нельзя иностранцам иметь землю в Крыму, это же просто забирают собственности украинцев, у которых еще что-то там осталось, да. А что происходит с теми переселенцами, которые выехали и не могут туда заехать? Сейчас же, вот вы же лучше меня знаете, что там. Я так понимаю, сейчас будут приниматься указы. Сейчас уже делается такая национализация, псевдонационализация этих там предприятий, собственности, которые вот переселенцам принадлежат. Сейчас уже в Луганске висят объявления, мне представили фотографии о том, что если вокруг домов не выкошена трава, то должен явиться владелец. Если он не является там в течение трех недель, ну, в какие-то органы, там, в ЖЭК или... То будет приниматься решение о конфискации имущества. То есть как раз направлено на то, что, да, если человек сейчас, он не может туда заехать и выкосить траву, сделать придомовую территорию, скажем, убранной, то значит его там нет и значит будет национализация. Я не знаю, это может испуг, такое специально они делают, это как психологическое давление. Может, правда они будут так делать. Но еще раз я повторю, да, страдают переселенцам. Во время войны всегда люди страдают. Что мы должны? Мы должны целенаправленно ослаблять нашего противника, в том числе используя эти выборы. Потому что если выборы будут проведены на оккупированной территории, то мы будем требовать признания выборов вообще в Госдуму России незаконным, легитимным. Требовать можно все что угодно. Правильно. Ну если мы не будем требовать, то знаете, как нам господин Морель на нашей политической подгруппе говорит, а что же вы молчите на ТКГ, что вы передо мной этот вопрос ставите. Я сделал вывод, что да, нужно все время говорить. Да, пусть не реагируют, но об этом нужно постоянно говорить, чтобы фиксировалось. Чтобы потом мне не сказали, а чего же вы молчали. А теперь у нас уже создалась традиция, и мы не будем ее нарушать. Поэтому, да, я закончу мышью. Просто на мой взгляд, после этого просто могут быть... Ну опять же, я дилетант, скажем, я не дипломат. Я участвую в дипломатическом процессе, но я не дипломат. Но я бы после этого, если эти выборы будут проведены на оккупированной территории, я бы ставил вопрос просто о признании выборов вообще Госдумы нелегитимной, по крайней мере со стороны Украины, и ставить этот вопрос на всех международных площадках. Это первое. Плюс Крым же еще будет там тоже. Вы пытались это делать с Крымом уже, идти таким путем. Помните? Крым официально аннексирован Россией. Здесь большая разница. А здесь Россия, это не российская территория. Россия говорит, что это украинская территория. Поэтому здесь совершенно другая постановка вопроса. И я бы ставил после этого вопрос вообще о разрыве дипломатической отношения с Россией. Потому что главный, скажем, законодательный орган этого государства нелегитимно избран. Все. Вот такой может быть наша реакция. Ну и тогда вот, чтобы уже завершить эту тему, да, все-таки вот вы очень интересный пример привели, практику России. По созданию таких псевдореспублик, да, квази-республик. Это президент Оланд привел. Ну и вы, ну вы тоже. И это очевидно. То есть если идти таким путем, то понятно, что, ну, это мы не вернем до Донбасса в ближайшие десятилетия, если посмотреть по этому. В принципе, Россия не уходит ниоткуда, куда она пришла. Вот это какой-то... Да, но Россия-то слабеет тоже. Вот этот колосс на глиняных ногах все-таки. Я слышу об этом лет семь. И вы об этом слышите лет семь. Да. И, ну, я думаю, что еще лет десять будем слышать, а потом все будет хорошо. Хорошо для кого самое главное? Потому что если хорошо для России... Для Украины. Ну, почему здесь? То, что хорошо для России, плохо для нас. Пока Россия является империстическим государством. Когда она будет демократическим государством, я думаю, мы будем дружить, и у нас все будет хорошо с вами. Одно понимание хорошо. На сегодняшний день эти понимания противоположны. Ну, и еще вот вы сказали, что Россия слабеет, и все-таки нужно заставить использовать этот инструмент, чтобы ослабить Россию. Вот если посмотреть за последние семь лет объективно на то, что она делает в Крыму и то, что она делает на Донбассе, не кажется ли вам, что вместо того, чтобы ослабить хватку, ну, хотя бы на Донбассе, она, наоборот, рассказывая нам, ведя бесконечные эти разговоры, она все сильнее и сильнее впивается в этот регион, так впивается, что потом, просто из ее лап, это уже не вытащить никогда. И она вот, и создается такое впечатление, что ее везде слушают так методично, там, на Западе ее слушают, там, мы ее слушаем, да, она-то говорит, да-да, конечно, конечно, а сама все, знаете, это как все пожирает и пожирает это. И в этом смысле это и есть главная опасность вот этих вот историй про, простите, Минские соглашения, я уж не дипломат, могу себе позволить такой вопрос, разговор. Извините. Ну, просто, понимаете, ну, мы можем себе позволить Димарш? В смысле, в чем, в чем? Во всем. Мы позволили, мы на последних заседаниях трехсторонней контактной группы встали и вышли из-за стола, когда увидели на мониторе человека, осужденного за террористическую деятельность. Это уже тоже хорошо. Это один из признаков, скажем, изменения политики Украины. До этого мы же такое, ну, было один раз такое, кстати, было. В 17-м, по-моему, году Ледит Данилович тогда еще встал и вышел, когда там, господи, как его, Максим, который был главой, Лещенко, главой администрации у Захарченко, приехал туда. И такое было. Хотя мы об этом сейчас только узнаем, да, вот в чем, опять же, разница между Минском тогда и Минском сейчас. Сейчас Минск стал прозрачным. Мы на него можем влиять, я на него могу влиять, опять же, даже через СМИ, да. Я дал интервью публичное, и уже это прочли и в офисе президента, и руководство нашей делегации, и они не могут игнорировать высказанную публично позицию члена делегации, плюс, скажем, ну, то, что это знает общество, что там происходит. То есть мы можем влиять сегодня на этот инструмент. И я считаю, что он действительно, ну, даже за то время, сколько там я с июня, сколько там, 8 месяцев прошло, да. Ого, уже 8 месяцев. Да, да. Я вижу, что он эволюционирует, этот инструмент, и в правильном направлении. Хотя есть, я вижу, скажем, опасности, да, вот сейчас я вижу опасность в том, что вот ввели этих общественных экспертов от ДНР, ЛНР, так называемых, и мы ставим вопрос о том, что вот среди них есть осуществление за терроризм, мы ставим вопрос о том, что они там заходят в отдельном окне, чего ОБСЕ не имеет права делать без, ну, давать доступ технический посторонним людям без согласия других делегаций. Но мы почему-то пока еще, по крайней мере, не ставим вопрос о том, что их вообще там не должно быть, потому что они никого не представляют. Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию других делегаций. На наш прямой вопрос, кстати. Украина их не включала в состав ТКГ. ОБСЕ, насколько я знаю, тоже, по крайней мере, ОБСЕ не признается. Тогда кто они, кого они там представляют? И вот этот вопрос нужно ставить, потому что если они еще там, уже шесть заседаний, по-моему, или вот будет шестое, да, если они там будут, ну, они появятся, конечно. А потом нам скажут, что это уже традиция устоявшаяся, и давайте это не ломать. Я поэтому говорю вам сейчас здесь, для того, чтобы это не стало традицией, для того, чтобы мы и наша власть реагировала на это. Поэтому есть, скажем, моменты, которые, с которыми я не согласен, да. Но это, знаете, как футбольная игра, постоянно меняется ситуация на поле. Сейчас ты гол отправил, потом тебе гол отправили, потом плохая передача там, да, не рассчитал, потом еще что-то. Это, скажем, нужно оценивать по конечным результатам. На сегодняшний день команда играет наша, эффективно, я бы так сказал. По крайней мере, ну, пока. И, судя по этому документу, я вижу, что, ну, как бы, в офисе президента тоже понимают ситуацию и правильно смотрят на эти вещи. Ну, и теперь, конечно, обещанная вторая тема, это Семеном Семенченко. Что там на самом деле-то случилось? Как это неожиданная история какая-то? Да, для меня это тоже очень неожиданно. Ну, и, честно говоря, смешно просто. В смысле смешно? Чуть ли не лично армию человек создан. Смешно, потому что это все дело, оно настолько пиарно как-то, и так его скомпоновали. То есть, вот, смотрите, незаконное вооруженное формирование, частная компания, там, ЧВК. Ну, Семенченко, я брал у него интервью полтора года назад еще. И он мне рассказывал, это есть интервью на сайте, я сегодня положил. Сбросил, нет, на острове, да, сбросил в Фейсбуке ссылку на эту статью, где он рассказывает о этой своей ЧВК. Ну, что ж это за незаконное вооруженное формирование, если его организатор рассказывает о нем, да, и где ж тогда полтора года была СБУ, которая же читает, ну, нас-то она точно читает, мы же как бы, я с ними часто общаюсь. Поэтому, потом приплели сюда этого Шевченко и торговлю там незаконными вооружениями с Россией, да. А при чем здесь, где связь с незаконным вооруженным формированием Семенченко? Ее нет, ну, не показано. В чем вообще, ну, кто вообще определил, что такое незаконное вооруженное формирование в Украине, да, ну, в данном случае, или ЧВК, вернее, незаконное вооруженное формирование, понятно. Частная военная компания. Да, частная военная компания. У нас нет законодательства о частной военной компании. Кто определил, что такое ЧВК, а что такое, там, спортивный или стрелецкий клуб, да, то есть, или им просто мужики собрались там потренироваться, побегать, побухать, извините. Ну, то есть, это все настолько натянуто, во-первых, нет секрета в этом. Во-вторых, эта оборонная компания, так, по-моему, называется, она зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, вполне законно. Там есть офис этой компании. Одним учредителем этой компании вообще является гражданин Соединенных Штатах Америки. Вот эта компания, которая связывает все мечты? Да, в наблюдательном совете, ну, как минимум, один американский генерал. То, что сейчас раздумывается, я был, кстати, на этой тренировальной их базе, которую сейчас там показывают, ну, правда, давно, еще полтора года назад. Ну, просто хатына, и там пацаны эти бегают по полям. Ну, опять же, какие пацаны? Это не пацаны, это действительно ветераны. Многие мужики с пузиками, где они лишаются этих пузиков. И вполне понятна цель тогда, по крайней мере, я изучаю. Да, что здесь они приходят с фронта, они то мосты перекрывают, то минируют что-то, то стреляются, то стреляют, как бы, потому что у них посттравматический фронтовой синдром. Их надо собирать, действительно адаптировать, оставлять в какое-то время в своей, скажем, среде, где они чувствуют себя в коллективе, где у них есть функция какая-то, да? Потому что, ну, на фронте понятно, что ты делаешь. Это цель жизни становится. В нашей пудничной жизни не всем, понятно, не всем можно себя найти. Вот. Вполне официально, насколько я знаю, Семен ездил там в тот же Афганистан, заключал контракт, вел переговоры, тогда еще он был депутатом с руководством стран, ну, Афганистана на тот момент. Поэтому я вообще не вижу никакого криминала. Вот если у них там нашли оружие, может быть, да, я не знаю, правда, потому что я его не видел там. И у нас это запрещено. Я тогда задавал вопрос, а как же вы тренируетесь, если, ну, и мне говорили, что в Польше это разрешено, в Польше есть офис этой фирмы, ездят люди и там тренируются. И все. То есть... А с чем вы это связываете вообще всю эту историю тогда? Вот честно, мне трудно сказать. Она настолько натянута, ну, настолько уже просто натянули, я же говорю, вот одно к другому приплели, во-первых, вот торговлю оружием, которая не стыкуется с ЧВК. Вот, я не знаю, здесь может быть два варианта. Может быть, отвлечение просто внимания от пустышкой. Это пустышка. Я 100% уверен, что она лопнет во всех судах просто. Отвлечение внимания от, скажем, Стерненко и всего, что вокруг него происходит. А и Б, это, ну, все-таки идет какая-то борьба, скажем, между штатами и некоторыми людьми в офисе или в правоохранительных органах, как минимум. Ну, мы знаем, что она идет, скажем так. Вот я думаю, допускаю, что это может быть таким проявлением этой борьбы. Но вообще очень странно, я же говорю. Потому что все это уже, ну, СМИ об этом писали. Ну, отчего вдруг вспомнили через полтора года. И, ну, и, собственно, я там посмотрел, бегло, правда, вот, как вам ехал, Егор Соболев выложил этот приговор по этому члену ЧВК, которого там пытались, ну, при меру заключения предварительного определял суд. Но там же нет преступления. В чем преступление? Я не пойму. Ну, для меня это странная, в общем, история. И мне кажется, она закончится ничем просто. Но плохо, на самом деле, что она возникла. Ну, потому что, я не знаю, на кого будет опираться Зеленский вообще, вот, ну, как на реальную силу, если он будет отталкивать просто ветеранов, тех, кто способен защищать государство. А Семенченко связан сейчас с ветеранами? Он популярен среди них? Я не знаю, я же не замерял. Я с ним, кстати, давно не общался, уже где-то с год точно не общался. Ну, не в этом дело, связан он или не связан, он все равно объединяет вокруг себя. Пусть там 150, как написали, но это же все ветераны. Это как бы, я думаю, что много им сочувствующих, ну, достаточно зайти на его Фейсбук и посмотреть количество лайков, да. Поэтому, ну, для меня это странно, действительно. И я уверен, что это все пшик просто. Ну, если они там не найдут, я же, может, я чего-то не знаю. Но из того, что я знаю и что об этом писалось уже полтора года, я не вижу никакой новости. Просто вот. Сергей Гармаш был у нас в гостях, за что мы ему, как всегда, очень благодарны. Сергей, спасибо большое. Были рады вас видеть. И, конечно, мы признаем вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру, медицинскому центру призма. Оставайтесь с нами. Дякую. Спасибо. Все. Продолжение следует...